И снова здравствуйте! Мой оператор уже даже не здоровается. И не мочит. И не кашляет. Ухайдошкова, да? Друзья, мы решили доснимать все-таки все игрушки, которые есть в Икее. Мы уже сняли деревянные игрушки детские, мягкие игрушки детские, обновили обзор. И здесь, ну, вообще в Нижнем Новгороде это отдельно представлено, но в Краснодаре здесь такая сборная солянка. А какие-то небольшие деревянные развивашки, плюс все, что связано с детской готовкой, кухней и так далее. Они вообще выглядят очень реалистично. Ну, давай как есть, уж как стоят, так и будем показывать. Игра вращающейся колесо. Ну, нас менеджеры называют это поле чудес. Пока Дима сейчас камеру настраивал, я пыталась синхронизацию сделать. По вандалите. Да. Я сразу отвечу. 6 белые или 7 черные, нет, 22, не получилось. А плюс есть? Вот такой. 1400. Лу-стик играл вращающееся колесо. Ну, фактически, да, то есть это такое вот, типа барабаном поле чудес. Не знаю, заказывать не так часто, но, понятно, нареканий нет. Все хорошо, качественно сделано, деревянная основа, пластиковые элементы, все безопасно и круглое. Дим, вот как в него играть? Крутить и играть. Ну, это как, вот, допустим, я говорю тебе, так, примерно должно быть 19 черные. Три? Не, при чем 19 черные, тут аналогия поле чудеса, то же самое. Да? По очкам набираешь. А-а-а. Тут просто призы нет, я смотрю, звездочка только, наверное. Сектор приз. Да. Ну, тут уже как фантазия играет. А я как в рулитку. Рулитка. Эх, вы. Эх, я. Так, у кого какая ассоциация вызывает вот эта дверь? Туалет, система, дырка или как? У тебя что, какие ассоциации? Деревенский домик, стремянка, скворечник. Деревенский домик, нет, а у тебя туалет. Система дырка. Это набор декоративные три предмета, винтер, дверь, эльфа вообще это. Эльфа? Да. Смотри, стремянка Беквам, которую по всей России ищут, и кей, решил ее в мини-версии сделать. Да, в общем, сосны на стремянку Беквам нет, но на мини-версии есть. Садитесь пальчиками. 700 рублей, кстати, прикольно. И упаковка, кстати, интересно. Покажите упаковочку. Может, там, это, в Икея, но у человека по упаковке приняло, верно? Более изящная упаковка стала дарить, не стыдно. Так, дальше. Винтер головоломка. Показывали в обзоре новогодних предметов. Интересная штучка деткам до года вполне, ну, с полугода где-то, в зависимости от ребенка. Хорошее исполнение, реальные картинки. Белый медведь, лось, лиса. Только лиса, почему-то какая-то такая кирпичная. Она такая дикая. Да. И пальцы даже вот-вот-вот-вот-вот-вот. Слушай, а ноги у нее почему? Вот тут полностью черный-черный, а тут половинка. Склачкалась. Она куда залезла? Опять у кого какие-то ассоциации. Дима решил сам себя развлечь, называется. Так, значит, исполнение хорошее, сама фигурка удобная, захват именно на детскую руку. Тысячу рублей. Дальше набор для песочницы. Вообще для выпечки. 129 рублей, сейчас про фэмили. Имейте в виду, вот такие вещи, которые летом пригодятся, берите сейчас. Пластик очень прочный, неушибаемый. Играть хватает реально надолго. Сейчас еще можно бюджетно все это делаться. Так, перед нами дартс. У нас дома зашел. 1200. Кидались все. Да. Но не попал где кто. Кроме папы. Потому что папа звезда. И вот такой еще. Игра на меткость. Это, наоборот, одеваешь чехольчик желтый или оранжевый. И бегаешь с мячиком и кидаешься друг в друга. Ну, это совсем примитивный такой страйкбол, наверное. Вот можно так сказать. Может вам соленый купить? Прародитель страйкбола. Может вам соленый купить? Ты закидает. Кому? Вот видишь, тут как раз есть щиток, чтобы обливаться. Ну, ты нам сказал, что один желтый, другой оранжевый. А, один оранжевый, зеленый. Тут, может, видишь, как фантазия работает у взрослых. Трайбок. А это, знаешь, можно по-другому сделать игру. Ловишь круглой частью, а шарики у тебя хранятся на пузе. Ну да, так и есть. Вообще, да, вот, пожалуйста, инструкция. А я, думаю, наоборот. Когда кидаешь в человека, он прилипает, значит, и все. Ты победил его. Ну, тут уже как сам решишь? Нет, если в тебя кидают спину, а если в пузо, то, наверное, сам поймал. Нет, ну только в пузо. Так, дальше поехали. Здесь у нас уже кухонная серия, девочковая история. Ну, бывает и мальчиковая. У нас тоже все это было старше и младше, и зашло очень круто. Корзинка для покупок, 12 предметов, 600 рублей, продается в те же очень давно. Корзинка с ручкой на липучке. Скажу сразу, ручка за разом отлипается бесконечно. То есть, чуть приподнимаешь. Здесь у нас две, ну, типа капусты, лежат. Дальше. Вороник где-то бог послал кусочек сыра, макарон, немножко. Это типа лосось, кстати. Кусок лосось? Да, кусок лосось. Это сосисон, это рыбка, это зеленый перец, это ананас и баклажан. Ну, вполне реалистично, кроме лососа. Дальше набор игрушечных аксуаров, пять предметов. Прямо реалистично, как у обычных бух. Тут и нормальное блюдо может с ним приготовить. Вполне подцепить и перевернуть. Так это для блинчиков, мне кажется, как у нас бабушка маленький блинчик и печет, ей вполне такая лопаточка подойдет. Надо у Алены из набора стырить. Дальше пошли. Так, а рюмка? А, вот мы еще пропустили. Стакан 8 штук, 249 рублей. Здесь 4 рюмки, 4 стакана. Это вообще, в принципе, серия дубтик, но полная имитация линейки покалов. Для взрослых, да? Такие же ребра, грани, вот так рюмочки выглядят покалов. Есть стаканчик? Пищевой пластик, можно пить. Можно пить, можно есть, можно играть. Но грызть нельзя. Что пробовал? Не понравилось? Невкусно? Пресно. Пресновато, посолить надо. Так, серия дубтик. Ты прав, друг мой. Все-таки у Икеи стало путево. Помнишь, как раньше эти наборы были упакованы просто в пленку? Да. Сейчас это полноценная коробка, в которой все закрыто и можно проверить. Давай разбираться, что теперь в новых наборах. Их разделили, сделали по-другому. Набор из 8 предметов. Это 4 тарелки и 4 миски. Кстати, как будто на Денейру, что ли, или на Фейрбрик похоже. Ковик? Да. Мисочка полноценная. Он двухцветный как раз. Похоже. Дальше. Дубтик. Разноцветные цвета. Три предмета для чайной церемонии. Можно левой рукой покрыть. Левой рукой. Чайник. Молочник. И типа сахарница. Все, приклеим. Все. Ну, что так? В Краснодаре вандализм такой, что ли? Все. А ну, тебе понравится? Захочется взять. Чика попить из него? Так. Игрушечные чайные чашки и блюдца. Набор из 8 предметов. Ну, кстати, нам удобно, да, показывать? 4 чашечки, 4 блюдечка. Раньше это продавалось со стаканчиками. Помнишь, в паре? Надя покупали в детской кухне. Пойдем дальше. Дальше у нас пицца. Набор из 24 предметов. 699 рублей. Хотела поиграться. Все показать. Здесь вообще очень классно. На липучках. Основа. На основу кладутся треугольники. Ну, это не основа, это сковородка вообще. В реальности очень аппетитно выглядит. Хочется скушать. Может, мы есть хотим? Нет. Оно даже и на сын даже голубка аппетитно выглядит. Цвета именно такие, да? Да, вот это контрастные цвета. Как раз они будоражат. Тесто желтоватое, красный соус. Так, ну, вот это вот типа рукколы, сыр. Ну, я вот такую рыбку, например, бы не съел. На пиццу, да? На глаза, пожалуйста. 699 рублей. Хочу показать, как это в упаковке выглядит. А, вот как это выглядит в упаковке. Смотрите. Сковорода, 4 дольки пиццы и вот отдельные элементы. Все на липучках. Дальше. Вот этот набор мне очень нравится. В свое время мы не успели девчонкам купить ни одной. Сейчас уже не шибко актуально. 600 рублей. Набор рулетиков. Корица и булочка. Здесь все зашито. А так вообще оно вот. И в духовку. И в духовку. И в пусто. Тык-тык-тык-тык-тык. Дубль 2, да? Хьюстон! Нас потеряли! На антитоварах это же был полный момент. Это тонкий набег камеры. Просины. Свободны. Вы слишком много снимаете. Да. Так, кисточка в набор тоже входит. Вполне реалистично для девочковых игр. Вот этот набор, как Дима говорит, можно дарить маленькой хозяйке уже прям для полноценного обучения в приготовлении пищи. Да? Угу. Здесь у нас противень антипригарный. Три формочки для печенья с довольно-таки таким нормальным краем. И ребенок не оцарапается, но и при этом им можно тесто разрезать. Ответственно заявлю, ребенок может полноценно сделать печенье с мамой, но только своими игрушками. У мамы свои игрушки, у ребенка свои, но тесто одно. Вот, кстати, песочное печенье, и это тоже песочное печенье можно с мамой очень грамотно сделать. А можно с папой? Ведь он умеет это делать. Умеет, научится. Ну и твоя любимая игра. Вот, смотрите, мы показали вам и посуду, и мягкие игрушки в виде фруктов, пиццы, овощей и так далее. Вот только при помощи вот этого средства, игрушки под названием касса, детей можно замотивировать играть неделями. Объясняю. Купить, например, посуду, чайную и кассу. О, у меня микрофон упал. Подожди. Что у вас происходит? Микрофон и все. Например, проведем при керамической посуде кассы, вы можете ребенку дать играть в кафе. Чтобы он подавал вам еду, якобы кофе, пирожные и так далее, и рассчитывал у вас на кассе. А еще, если денежек игрушечных положить или даже настоящих? При помощи этой кассы и в магазин. И все, что есть в реальной жизни. Ребенок, вы поверьте мне, у нас касс есть. Мы с малой играли. Честно, я уже прямо от нее бегал. Она говорит, купи и все. Замотивировал так, что папа потом бегал от дочи. И помимо этого, это же еще калькулятор. Да, кстати, полноценный калькулятор на солнечную батарейку. А я еще нашла. Это стоит приобрести после того, как вы сначала приобретете что-то из того... Весь рядок. Не, ну достаточно начать с одного. Я бы сначала навернулся с посуды, потом добавил кассу и постепенно бы развивал коллекцию. Мы же в детстве как с тобой играли? Мы с тобой знакомы не были. У меня игрушки были, у меня игрушек прибитых к потолку не было. Мне в них играть давали. Там мне давали смотреть на них. Вот у тебя мама первый зритель твоего канала. Эх, ты получишь... Нет, я сразу скажу ответственно. Если мне давали игрушку, я ее разбирал. Независимо какая, сувенирная, не сувенирная, дешевая, дорогая. Я ее вандализмом на мелкие частицы разбирал. Ну что, поехали дальше. А вот играть не получалось. Поэтому я не давали. Я сколько игрушек разбобил, мать, поезжайте. Дальше едем. Давай, все, продолжаем. Хватит, отчет на лирику понятену у нас. Дуктинка. Игрушечная посуда, 5 предметов, 800 рублей полностью. Из нержавеющей стали, пищевое, все, можно использовать по назначению. Сковорода, вок, сковорода, пароварка, кастрюлька. Чего? Да я думаю, даже и приготовить даже из нее можно. При желании, да? Ну, конечно, подгорать будет, но... Но имитацию можно сделать. Но лапшу сварить и пара пельменек можно. Так, дальше мы с вами плавно перетекаем в обзор с железной дорогой. У нас по факту есть на канале. Полноценный обзор. Ссылку мы оставим в описании. Вот как должна выглядеть железная дорога. У нас ребенок с тобой страдает, что мы железную дорогу в Анапу не взяли. А моя мечта, все-таки, наверное, будет избыточной. Все-таки сделать большую, настоящую железную дорогу. Такую большую на весь пол. Красиво будет. И что, паровозик с обкатался? А я за ним. А ты за ним бегал. Так, пошли дальше. Кровать, кстати, она в таком дефиците в одно время была. Ее вообще берут для кисаник. А мы, по-моему, Витух хотели, Акиту на нее... Нет, когда маленькая была, мы ее усаживали. Сидела и убегала. Кстати, Краснодар хочу похвалить. Смотри, как хорошо разложены все элементы. Артикульный номер, цена, что входит в набор. Артикульный номер, цена, что входит в набор. Согласись? Визуализация прям отлично, на пятерочку. Так, дальше переходим. Кукольная кроватка полностью безопасная. Стоит 1300. Кто-то скажет, дорого, но кроватка неубиваемая. У нас кроватка вообще неизвестно где. Вот эти тряпочки где-то еще и у девчонок-то скажутся. Все в Смольном. Все в Смольном? Все в деревне. Все в сад. Дальше. Флисад. Домик кукольный. Он же полка для книжек. Он же Гоша, он же Гога. Он вам Гога. Еще одна полка. Лустик навесная, 549 рублей, как раз для таких красивых мелких фигурок. И из вот такой полки лустик можно сделать типа елки. Много клиентов, особенно из мужчин, которые коллекционируют хорошие сувенирные машинки, покупали вот такие полочки. Серия Дуктик, кухонь, кровать, гостиная и спальня. Гостиная и спальня. Смотри. Калакс. Клипан. Лак. Даже тут чехол неровный, да? Да, даже тут чехол неровный. Ковер Статгольм. Блин, забыл, как кресло называется. Сейчас его нет уже. Кровать Бусунги. Кстати, вот этот, блин, да, по-моему, шкаф из этой же серии. Мамут. Коврика тоже такого уже нет. В общем, имитация на самом деле мелких предметов Икеи. Чем хороши данные серии? Давай покажем коробку. Во-первых, да, ну, вот здесь вот, как бы дизайн немножко коробочки отставляет желать лучшего. Но здесь есть плюсы. На каждой стороне коробки уже вот прям вырезано, остается только подвыдавить элементы. Вот здесь, например, часы, здесь всякие штучки мелкие. То есть то, что можно взять, выдавить и украсть помещение. Игрушечное помещение. Коробка, окажется, функциональная. Да, коробка не просто коробка, а коробка еще по делу. А дальше набор Мир динозавров. Полторы тысячи. Здесь у нас... Ну, сам дом динозавров. Раз. Два. Поворачиваю? Да, потихонечку можно. Три, четыре, пять. Очень хочу найти коробку. Это Мир динозавров, но, к сожалению, не вижу. Посчитать, сколько же на коробке в описании. Ну, и, в принципе... А, вот Мир динозавров. И, в принципе, мы перешли к Лего. Нет, динозавров должно быть шесть. Где шестой, не ясно. И мы перешли, в принципе, к Лего. Что хочу сказать. Лего у Икеи очень достойное. То есть, это классическое Лего, классические фигурки. Все хорошо между собой сцепляется. Можно сказать, идеально сцепляется. У нас есть обзор, ссылка в описании. Да. Не будем на это тратить время. Опять же, хочу похвалить Икея Краснодар. А, визуализация, что можно построить. Очень классно смотрится. И вот это. Вот, согласись, вот так я не пойму, сколько деталей. Сделано это в рамочке Риба. И магазины с игрушками. А что мешает вот так выставочные образцы по Лего делать? Дорого. А зато продажи выше будут, когда ты помнишь, ты видишь визуал. Ну, не знаю. Имейте это в виду. Ну, Дим, реально, вот эти маркетинговые вещи, они работают. Когда эта серия вышла, вообще, продажи. Я думал, что Икея будет развивать ее, добавлять больше линей и серий. Ну, ты планировал. И серий, да. Но почему-то она тут так и все и осталась. А вот она не там. Ну, и нет особой популярности у наших клиентов. Очень редко заказывают. Нет, Лего заказывают. Но реже. Потому что, видишь, один раз заказали, расширить уже... Ну, по сравнению с обычными игрушками, то, что приставники, и Лего не пользуются спросом. Здесь я с тобой полностью согласна. Так, ну что? Все? Отторобонькали? Отторобонькали. Отторобенькали? Всем все рассказали. Я смотрю, чтобы мы ничего не забыли, ничего не пропустили. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии, как вам вообще самим детские игрушки, неважно какая серия. Тканевая, бумажная, пластиковая, деревянная, грудничковая уже для подросших деток. Ну, вот я просто трогаю в руках и понимаю, что у нас практически дома все это есть. Мы довольны. То есть, все, что касаемо детской канцелярии, детских игрушек, мы выбираем Икею. Она безопасна, она полностью экологична, адекватное соотношение цена и качество, и игрушки реалистичные. Вот давай пушку, да, расфиналимся. Медведь. Вот он такой, какой он должен быть. Обычный, коричневый, с носом, с глазками, никаких каких-то странных цветов, форм. Реальный. А самое главное, никакой химозы. Не пахнут вообще. Как и игрушки мягкие, так и деревянные, так и пластик. Все, все без запаха. У нас у Юрьевича нос. Очень круто. А носка что-то покидает. А глаз сколько орла? Ну все, будем прощаться, друзья. Спасибо большое, что пишете комментарии. Они очень, на самом деле, полезны. Вы общаетесь между собой, делитесь опытом. Мы вам будем благодарны, если вы поделитесь видео, поможете в нашем продвижении. И не забывайте ставить подписку, чтобы не пропустить выход новых видео. А когда вы поделитесь этим видео в социальных сетях, вам плюс один их карма. К вам, Дима, с малютики пришли. И мы хотим напомнить о том, что мы есть в Яндекс.Н. Подходите к нам в гости, подписывайтесь. Также смотрите нас и там. Потому что опять что-то начинается. Непонятные. Терки с этим Ютубом. Власть все-таки, наверное, когда-нибудь доберется до этого Ютуба и заблокирует она. Я тебя хочу обрадовать. Инстаграм начнет с 22 года платить всем своим авторам, делать монетизацию на Риэлс. Но Риэлс – это минутные ролики. В Риэлс обзор нельзя запихать. Ну, я заметил, я вот недавно опубликовал новинки и антитоп. Там изменились загрузчик. Что изменились? Загрузчик сам. Ну, когда ты видео выкладываешь, там надо описание, название, картинку. У нас Дима осваивает инстаграм, а я Ютуб. Мы поменялись. Обожди, а большие ролики не будут монетизировать? Пока не знаю, сколько отправился. Я работаю Риэлсом, поэтому не актуально. Все. Пока.